Андрей, привет. Я думаю, первый, один из самых важных вопросов, который напрашивается сейчас. В Голливуде отошли от шока? От какого шока? Ну, новая киноакадемия создается, теперь евразиатская, и, судя по всему, Никита Михалков ее возглавит. Будут раздавать не Оскары, а бриллиантовые бабочки? Ну, я думаю, что в Голливуде никто на это не обращает равным счетом никакого внимания, потому что, ну, чего на какие-то глупые вещи обращать внимание, даже на глупые такие призывы. Михалков очень хороший режиссер, у него большой послужной список, но некоторые вещи им озвучены, вот они, видите, критикуются у него же на родине, а я думаю, Запад на это вообще никак не реагирует, потому что... Ну, это популизм же абсолютно. Андрей, я знаю, что ты не в Каннах сейчас, но ты точно следил за всем, что там происходит, и как выглядят Канны сейчас, учитывая всю повестку, учитывая, что это кинофестиваль, а не там площадка для манифестов, да, и кино, чтобы снять, нужно какое-то некое время, переварить эту повестку. Насколько они проукраинские, насколько они вообще в политике, вне политики? Вот это все. Расскажи, пожалуйста, как ты это видишь? Ну, дело в том, что Канны, конечно, пытались всегда держаться вне политики, всегда Каннский кинофестиваль старался быть территорией кино только. Но то, что он старался быть таковым, не означает, что он всегда был таковым. Именно политическая повестка стала основой для создания Каннского кинофестиваля. Напомню, что первый в мире кинофестиваль в 1932 году был основан Бенитом Муссолиниев, тогда фашистской Италии. И вот когда на этом кинофестивале стали награды... Германия, то демократический мир возмутился, и, собственно, так появился Каннский кинофестиваль с политической повесткой. Политическая повестка была проявлена, например, в 1968 году, когда Канны покрылись баррикадами, когда шли забастовки, когда фестиваль закрылся за пять дней до официального завершения своего. Канны сотрясали огромное количество политических манифестаций, так что так или иначе он становился ареной не только кинопрезентации тех стран, которые принимали участие в разные годы в конкурсе, но и, собственно... Будьте здоровы! Да, ну и, собственно, такой политической ареной, когда люди устраивали акции, ну как в этом году, когда активистка французского движения выскочила, полуобнаженная на красную дорожку, с нарисованным на груди украинским флагом и с окровавленным нижним бельем, с надписью «Прекратите нас насиловать». Что, с моей точки зрения, заслуживает уважения, потому что это важно, такого рода смелость, чтобы обратить внимание в определенном смысле сытого и довольного гидонистического западного мира, его части вот этой, которая совершенно плевать, которая говорит, ну что у нас там, как после выступления президента Зеленского в комментах появились такие замечания, типа «А что, там других войн в мире нет? А что вы нам тут сейчас тычете войной, что-то нам рассказываете? Дайте нам спокойно посмотреть кино». Другие войны наверняка есть. Есть арабо-израильский конфликт, там Сирия и прочее, прочее. Но штука в том, что сегодняшняя война в Украине это прямая угроза целостности и сохранения вот этого гидонистического ореола западного мира сегодня. И если это вовремя не остановить здесь, в Украине, то очень скоро они лишатся своих круассанов и там, я не знаю, Розена на побережье и прочего. Поэтому в этом смысле, ну да, фестиваль как бы поддернут вот таким, ну, легким напряжением, связанным с войной. Вот сказать, насколько он стал проукраинским, ну, вряд ли. Каны всегда были про-канскими, не про-американскими, даже не про-французскими, а про-канскими. То есть это отдельный мир такой, отдельная страна Люксембург, где все посвящено кино, завязано на кино, вот, и пронизано вот этими мотивами кино. Просто учитывая, слушай, историю Каннского кинофестиваля, о котором ты сейчас коротко рассказал, и учитывая, по идее, актуальность повестки, так или иначе, там, острополитической, да, тем более такой глобальной, все равно там все боялись, что речь Зеленского, какой бы она ни была, в драматургии Каннского кинофестиваля, которая все время об искусстве, и как-то, вот, как ты говоришь, Люксембург, да, своеобразный, да, она как-то не встанет в эту всю драматургию фестиваля. Встала? Ну, тут есть, тут есть одна особенность. Все-таки мы говорим о президенте, который при помощи кинематографа пришел в большую политику. И в истории мирового кино таких примеров очень мало. Один из, там, может быть, один из трех примеров, два случились в Америке, и вот один в Украине. Это Удро Уилсон и Рональд Рейган. Один победил, выиграл второй срок своего президентства, потому что интегрировал в свою президентскую речь предвыборную речь, значит, как бы цитата из фильма «Невинность» Томаса Инсера, это был такой антивоенный памфлет 2016 года. Перерывается связь, но мы давайте пару секунд подождем. Да, кстати, еще один. Матографы-то огромные. Отлично. Да, Андрей, ты снова в эфире, прерывается связь просто. И вновь прерывается. Знаешь, какой вопрос хочу задать Андрею? Если получится и удастся, относительно того, как российское кино воспринимается сейчас на Канах. Серебренников представил свою картину, это все-таки как российский кинематограф, да? Вот давай, собственно, Андрею это адресуем. Вопрос относительно того, как в Канах воспринимается российское кино, потому что Серебренников, Кирилл Серебренников представил свою работу в контексте войны. Иной подход к восприятию этой картины был или нет? Думаю, что нет, потому что во всем, в глазах всего мира Кирилл Серебренников это узник путинского режима, который еще до того, как получить срок за свое преслабутое театральное дело, активно критиковал каждое движение Кремля и лично Путина, активно критиковал, пока не был арестован прямо на съемочной классе. Да, к сожалению, проблемы со связью продолжаются. Андрей Алферов, кинокритик, был с нами на прямой связи, к сожалению, не удалось пообщаться в полном формате из-за проблем со связью, но некоторые ответы мы все же получили. Да, как-то не везет нам со связью сегодня. Да, вот такая очень однозначная история, не черно-белая, потому что...